Всем привет, друзья! Вот так вот выглядит застройка сцены в Минск-арене, где скоро будут играть команды, буквально послезавтра, ну то есть в пятницу, 15 января, начнется турнир именно здесь. Что интересно, ребята из StarLadder признались, что застраивать эту сцену, им дали, ну на застройку этой сцены, им дали всего три дня, потому что еще буквально недавно здесь был хоккей. И такое себе, конечно, занятие. По-моему, темпы просто невероятные. Вы можете посмотреть, вот убрали ряд кресел. И в принципе, ну по-моему, по темпам, конечно, успевают, но вариантов других у застройщиков нет, у организаторов. Но по масштабу, по уровню того, что здесь происходит, конечно, даже не только для СНГ, но вообще для мировых организаторов турниров здесь все просто супер. Не знаю, эмоции совершенно невероятные. Когда я понимаю, что я в Минске, ну то есть, по сути, ну, близко к родным краям, это безумно, конечно. Ну, гордость, гордость за то, что у нас такое может проводиться. Ну, у нас, как бы, в Беларуси, да, братья-славяне. Единственное, что немножко меня смущает, это, посмотрите, очень маленькие экраны. И мне непонятно, где именно будет транслироваться дота. Ну, видимо, сделают какой-то большой, может быть, экран. Вот там вот кусочки пока его застраивают. Может быть, это будет не тот экран, о котором я думаю. Но вот если показывать будут на маленьких сверху, мне кажется, будет не очень хорошо видно. Ну, они реально слишком маленькие для того, чтобы транслировать игру вообще, и доту в частности, ну и Counter-Strike. Вот, предлагаю пройти немножко по бэкстейджу и посмотреть, что же здесь происходит. Вот выходим оттуда. Оттуда. И попадаем в студию аналитики. Это пятый этаж. Здесь, собственно, пять, ну, с позволения сказать, кабинок. Здесь англоязычная студия аналитики по доте. Здесь русскоязычная студия аналитики, где вдвоем Иван и Ярослав анализируют игру. Да, анализируем. Анализ. Анализ игры происходит сейчас. Между прочим, Virtus.pro Team Secret. Кто выигрывает? Аналитик говорит Virtus.pro. Аналитик говорит Virtus.pro. Ну, собственно, посмотреть здесь на самом деле есть. Естественно, что здесь вот Инна. Привет, Инна. Да. Вот здесь у нас англоговорящая студия по Counter-Strike. Здесь русскоговорящая студия по Counter-Strike. И, между прочим, здесь будет Елена Мэг Урусова. Наверное, когда вы посмотрите это видео, она уже там будет. А здесь вот сидит один одинокий китаец, судя по всему, да, в, собственно, азиатской студии аналитики. Потом здесь, собственно, куча компьютеров вот по этой дуге расположена, где можно посмотреть Counter-Strike, Dota. Ну, даже не только посмотреть. Здесь сидят именно организаторы. То есть здесь так все это работает. Наверное, внутрь заходить не буду, но примерно картина, я думаю, понятна. То есть люди работают, организуют, так сказать, просмотр для вас. Вот так вот выглядит студия аналитики. Признаться честно, здесь огромное количество места, но оно как-то, ну, из-за того, что из-за особенностей арены, оно как-то, приходится очень много ходить, и ходить как-то прям, ну, не совсем я сразу понял вообще, что и как. Сейчас немножко потемнело, мы спустимся вниз на четвертый этаж, получается, где сидят команды, лаунж-зона. Ну, ее нам, наверное, не разрешат снимать. Ну, в общем, пойдемте посмотрим, что там происходит. Вот здесь по дугам буквально кастер англоязычный по CS GO. Я, собственно, по-моему, впервые, получается, на таком сдвоенном ивенте. И можно просто кучу времени ходить по коридорам, где вот, например, есть китайские кастеры по CS GO. Я вообще не знал, что в Китае транслируется эта игра. Здесь российские кастеры по CS GO. Ну, и, в общем, по коридорам можно ходить, ну, реально до бесконечности. Ну, очень долго, как минимум. Сейчас будет твич-зона, твич-лаунж-зона, где снимать, ну, реально, нельзя. Поэтому мы просто пройдем мимо быстренько и посмотрим, что там есть еще. Ну, например, зайдем, может быть, к русскоговорящим Dota-комментаторам. Вот мы прошли, собственно, лаунж-зону. И, по-моему, где-то здесь дверь, дверь B2. Caster's Room, Dota 2. Давайте очень тихонько зайдем. Там, я понимаю, Каспер и Мэл Шторм комментируют. АП Сикрет. Не надо. Правда, далеко нам давно ее не показывали. Я не обращал внимания, возможно, ее артефакты. Так что там... Ну, у нее 2800, у нее 2800 на руках будет Родианс, да, стандартный, в принципе, Райдик. Там сбег в чужой лес от команды Virtus.pro. Там по-прежнему тусуется Void, рядышком с ним в этот раз Лина. И у Silent, я так понимаю, уже должна быть совсем скоро хроносфера, чтобы они подлило неплохо раскоставались. О, там два больших кримчика. Не находит его здесь. Еще одно интересное. Это была настолько неожиданная плюха. У каждой команды, но они не закреплены, вот эти вот, не знаю, VIP-балкончики, что ли. У каждой команды будет такой, ну, в каком порядке будет, не знаю. Причем, что самое интересное, посмотрите, здесь все хорошо видно, да, если отсюда смотреть. Но команды также сидят вот там, вот там. То есть сцену вообще не видно. И вот там. Вот наши ребята сейчас играют примерно где-то в тех комнатах. И как оттуда смотреть игры, мне пока не совсем понятно. Вот, кстати, англоязычные комментаторы. Можно немножко посмотреть на них. Вот, ну, здесь есть туалет. Вот, не знаю, если кому-нибудь интересно, это огромная комната, ой, господи, которая выглядит вот так. То есть можно немножко отвлечься. Пойдем, пойдем. Пойдем. Снимаем дальше. Собственно, можно было бы зайти к игрокам в комнату, если бы они не играли. Они сейчас играют. Вот, я думаю, что, что Паша. Вега идет готовиться к игре. Слушайте, а можно я с вами зайду в комнату и посмотрю, как там все выглядит? Вот мы сейчас посмотрим. Уже темнеет. Написано «Спирит», но это неправда. Жуть. Так, я пошел нашу оператора искать. Нет, нет. Вот так вот выглядит комната. Как так получается, что каждый раз я снимаю в бегу на ивентах? В экране песни, что еще вечером, по-другому, просто тупые. Мне что-то никто не платит. Так, комнаты, я так понимаю, не закреплены, да? То есть все вот так вот рандомно. Там написано «Спирит». Ну, собственно... А у Паши есть какая-то штука, ребят? Паша, есть какая-то штука. Это корейский кошелек. Корейский кошелек, кофе, родички. Это от клавиатуры, похоже, да? Не знаю, но мне теперь с вами штука. Не есть, ребят. Вот так Паша обзавелся своей штукой. Ну, собственно... Комната как комната. Ой-ой-ой. Здесь тоже есть туалет, есть несколько столов с неубранными чашечками. И тоже есть выход на балкон, но он почему-то заблокирован этим баннером. Да, он вообще заблокирован, типа не открывайте, люди. Вот. Ну так, слушайте, а нас отсюда не по-рублу? Примерно... Один может, или я, или я, или ты, по-рублу? Примерно так это... Привет. И выглядит. Вот. Ну, собственно, самые основные места мы посмотрели. Наверное, на... Наверное, это все получается, что здесь можно снимать, и то, что есть. Здесь еще про зона, может быть, мы побываем и там. Я, если честно, там до сих пор не был, хотя... Хотя у меня бейджет именно пресса. Вот. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok